хочу поздравить всех болельщиков красно-белых с победой 3-2 я считаю забил красивый долг считаете что незаслуженно отменили я уже говорю я поздравляю всех болельщиков и считаю что я забил красивый долг официально все-таки 2-2 результат я все равно всех поздравляю не маловато ли и что с этим делать понять простить чувствуется мягко скажу ты очень недоволен судей нет почему мы выиграли 32 все хорошо претензий вообще нет важный момент ну понятно я понимаю твою иронию целиком но что что было в том моменте когда что судья вам сказал он свистнул до до удара я принял на грудь замах и уже бью по мячу и в это время три коротких свиска я забиваю и и все как-то мешков объяснил вам потом подошел я подошел по серию спросил скалфова не было могут я свистнула вопрос извинился стал что да ошибся нет извинялся на просто его не спросил я ушел сразу но там был момент ему что-то подсказывали там было но и мы подсказывали данными мы подсказывали такого неба но он сам сказал если смогу поэтому естественно уже голову не засчитывать я про я правильно понять что логика именно того что он не засчитал то что интересного потому что решение не меняется ну конечно когда свистят уже решение не меня даже просто ну ладно не хочу углубляться как в целом может быть игра просто урал забил два гола и довольно наверно плотника команда учитывая что у них серия еще без поражения урал молодцы тоже тяжелая игра тяжелое поле погода урал молодцы мы тоже каких-то моментах хорошо в каких-то не очень поэтому что есть то есть если вы три мальчат эти братья 20 мотивам и с уралом как можно оценку поставить протокон на старте вот этого года по возобновлению сезона эти бальчик если брать сегодня в русском а выиграли то 5 баллов саж был бы интересно сейчас перенестись вот в тот в ту реальность зимнего турнира когда был опыт комментарии судьи на было бы интересно послушать такой же комментарий да смысл за это два очка не вернут смысл от этих комментариев ну логика понять ну логика и так понятно свистнул до удара и поэтому гол не засчитали вот что сказал дверь баскаль вот во время ситуации он сказал что все это за судьи или как по этому поводу ничего не говорил александр не удивлены что вот так да не знаю мы выиграли всхоро ну ничего страшного идем дальше все спасибо скажи пожалуйста вот я понимаю твою иронию у меня вопрос по кубку было время переосмыслить да все-таки я понимаю что очень тяжело уходить когда ты не играл первые две игры на тебя это сильно повлияло дисковчиков кубки да нет не повлияло на просто смотрел на игру в кубке с трибуны понимал что мог играть и помочь команде но опять же что произошло то произошло ты для себя выводы какие конечно я я жалею об этом но понимаю для себя в голове что если будет такая ситуация я поступил бы то что ты не считаешь но ты авторитетный парень авторитетный игрок ты мог бы подойти к клубу может быть да я не знаю кому-то из рф чтобы чуть-чуть убрали этот дисквал там шесть матчей это много мы лишились трех игроков лучших в одной команде и трех игроков лучших друг другой по 6 матчами ну таковы правила это все таки драка массовая драка как бы ну я считаю справедливое наказание чтобы такого просто больше не было наверное все понимали что это дается силе может могут и больше дать нас историю история по поводу того что ты сегодня не попал состав как ты к этому относишься все просто тренером но ты немножко вчера вот ты считаешь яичну я никак не считаю это есть тренер он снимает решение все вопросы мое дело играть скажи пожалуйста вот соперничество зенитом как ты на него смотришь или что что для вас сейчас сейчас главное я не люблю говорить о целях самое главное в каждой игре набирать 3 очка ну и не смотрю на зенит там и на остальные я смотрю на спартак ты ждал то что будет такой сидеть все таки авторитетный парень до судьи 200 и матч ошибся бывают все люди все люди ошибаются я ошибаюсь тоже на поле больше чем он пас мне точно дал ташка а он неправильно свистнул это уже таковая ошибка он как вратарь у стол который ошибается и сразу забивает все люди все люди ошибаются поэтому что тебя сейчас мотивирует играть в российском чемпионате хочу стать чемпионом хочу быть протокон чемпионом кубок взял сказал тогда я считаю что мне этого мало хотя больше ты говорил об этом поэтому ну такая цель но ты же понимаешь чтобы стать обладателем кубка команда должна выйти финал и у тебя одна попытка финал собственно да ну значит забьем в финале как в том году но ты считаешь что блин сегодняшняя ничья может стать роковым я понимаю что ты говоришь чтобы вы выиграли но она может стать роковым может может вообще ну а что делать это жизнь и так бывает скажи у тебя возникли сложности семьи знакомые по поводу фон айди оформления да нет вроде бы не возникли ну просто мне не надо это все скидывать билеты там чтобы вчера сидел весь вечер разбирались в раздевалке там спрашивали как что-то более-менее понял подсказывал ну то есть консультант сидел как бы и подсказывал что надо делать ну и мне подсказывали я подсказывал поэтому так общее такое консилиум собрали и разбирались в этом все вроде ничего нет спасибо спасибо